Еще раз всем радостного утра для тех, кто только что к нам присоединился. Хочу напомнить, что у нас первая гостья это Ольга Большакова. Это пресс-секретарь национального парка Курса. Каса еще раз доброе утро. Доброе утро. Поздоровайтесь с теми, кто только что к нам присоединился, пьет кофе и собирается на работу. Мы готовы продолжить тему. Даже если ее пропустили, у вас будет шанс поучаствовать. 1 апреля. Птичьи перезвоны. Вы приглашаете всех на экологический праздник. Расскажите, что у нас ждет. Да. Суббота, 1 апреля. Кто встанет пораньше, тот сможет принять участие в орнитологической прогулке. Это впервые проводится в национальном парке. Вместе со специалистом можно будет прогуляться по весеннему лесу и услышать голоса первых весенних птиц. И научиться их распознавать. То есть мы с вами сможем попрактиковаться. Да, да. Это хорошо. То, что мне не удалось, может быть, на 100% удастся нашим гостям. Мы ждем таких ранних пташек в 9 утра на территории нашего визит-центра музейный комплекс. Это 14-й километр Куршской косы. И прогулка где-то час продлится с 9 до 10. Ну, а потом в 11 мы проведем уже ставшую традиционной экологическую акцию. Пособираем мусор, который с зимы у нас скопился на территории национального парка. И в 12 часов начнется сам праздник непосредственно. Ну, который уже, ну, все, кто у нас бывал, знают. Это всегда очень весело. Много музыки. Калининградская областная филармония обещала нам классику. И, конечно же, будет лекция очень интересная от профессора Соколова, орнитолога из Санкт-Петербурга, доктора биологических наук, которые и другие орнитологи уже к 1 апреля откроются. На косе начнет работать полевой стационар Фаренгила. И профессор Соколов обещал к нам прийти. И, как всегда, совершенно неподражаемые, неповторимые у него беседы о птицах. Он их любит, знает. И, конечно же, мастер-классы. Продлится все где-то часов до трех. То есть можно запланировать себе прямо такой хороший, а 1 апреля? Да, да, да. Слушайте, это очень здорово. Расскажите нам. Надо погулять по нашим маршрутам. Да, по вашим маршрутам мы любим погулять. Мне кажется, еще знаете, что классно, что это будет раннее утро, и птицы, и весна, и, мне кажется, все это в сочетании задаст прям тон дню. Я даже более чем уверена. Наслышаны мы про то, что вас приближается лектория библиотеки имени Чехова. Он уже, на самом деле, начался. Да, 14-го числа. Уже начался еще в феврале. Дело в том, что сейчас же год экологии. Да. Поэтому мы, естественно, запланировали много новых мероприятий на этот год. Это не значит, что до этого мы ничего не делали. Но для вас он особенно такой. Да, но этот год для нас знаковый. Поэтому вот такой лекторий открылся в библиотеке имени Чехова на Московском проспекте. И очередная лекция состоится буквально завтра в 16 часов. Прочитает ее наш старший научный сотрудник Олег Васильевич Рыльков. Это человек очень многознающий. Поэтому я приглашаю всех, у кого есть возможность в 16 часов, в основном, конечно, студентов, наверное, послушать эту лекцию. Она будет называться «Человек на косе» и будет посвящена как заселению Курской косы, так и песчаной катастрофе, борьбе с этой песчаной катастрофой. Ну, короче, всем тем необычным и интересным историческим фактам, которые сопутствуют. Подскажите, платная или бесплатная лекция? Бесплатная. Вход свободный абсолютно. Можно любому человеку прийти. Нужно предварительно как-то записываться? Нет, нет, пожалуйста. Давайте тогда еще раз уточним время и место. Завтра, 14 марта, библиотека имени Чехова, если не ошибаюсь, Московский проспект 39, 16.00. Так что мы приглашаем вас. Я хочу сказать, что 29 марта будет еще одна лекция, так что уточняйте. И в апреле они продлятся. Будут прочитаны лекции разными нашими специалистами о ландшафтах Курской косы, о фауне, флоре Курской косы, о животном мире. Оно, сказал уже фауне. То есть полный такой обзор мы постараемся дать вот в ходе этих ближайших месяцев. Мне кажется, это здорово, потому что очень многие люди любят Курскую косу. Правда, это такое излюбленное место калининградцев, да и не только. Все приезжие отправляются, да, и танцующий лес, и все что угодно. Я знаю людей, которые приезжают и говорят, отвези нас на Курскую косу. Действительно, из разных городов, даже не нашей страны. Поэтому нужно бы еще знать и, конечно, какие-то точные и хитрые и любопытные вещи. Заповедные уроки. Что такое заповедные уроки? Ой, вы знаете, это совершенно грандиозный проект. Впервые в этом году создан сайт. Он так прям русскими буквами пишется, без пробелов, заповедныйурок.рф. И сейчас, конечно, хотелось бы, чтобы педагоги, кто слушает нас сейчас так, свое внимание обратили на этот момент, можно зайти на этот сайт, зарегистрироваться и скачать все материалы методические заповедного урока о Национальном парке Курская коса, специально разработанные нашими специалистами по экологическому просвещению. Более того, это могут сделать не только в Калининг, ну, естественно, РАВС-тосайт, в любой точке земного шара можно это сделать и провести такой урок для деток средней школы, ну, может быть, и начальная, это зависит уже от педагога. И это очень ценно. И сейчас наши специалисты, не покладая рук, почти ежедневно проводят такие уроки в Калининградской области, в Калининграде. И самое главное, проводят методические семинары для педагогов. Вот, в частности, в конце этого месяца будет такой семинар для географов проведен. И такой урок включает не только там теорию какую-то нудную, но и какие-то практические вещи, может что-то сделать своими руками из природных материалов, приобщиться к нашим занятиям, которые у нас уже, мы имеем большой опыт. Поэтому вот мы приглашаем всех на сайт. Да, правильно понимаю, что человек с педагогическим образованием, да, имеет возможность даже, если он, скажем, ориентирован несколько на другие знания, да? Ну, в основном, конечно, это не математики. Это биологи, географы, учителя начальной школы, вот, могут воспользоваться этими материалами. И поучаствовать в инициативе в качестве проведения такого заповедника. Да, и там, кстати, выложены материалы уроков не только Куршской косы, но и других особо охраняемых природных территориях России. Поэтому, если кто-то хочет, ну, начать следует нам, как патриотам, конечно, с Куршской косы. Но если есть желание рассказать о других каких-то территориях российских... То вы даже готовы предоставить материалы. Там они есть, там уже их, да, да, там можно их взять и воспользоваться, и провести такие работы. Потрясающе возможность, мне кажется, потрясающе. Даже если, например, преподавательские навыки, да, хочется в очередной раз преподнести и как-то попрактиковаться с добром, есть такой прекрасный шанс. Еще мы знаем, что ежегодно в нашем парке происходит учет животных. Да, он у вас состоялся. Состоялся 3 марта. Проводится он методом шумового прогона. То есть коллектив парка делится на две команды. Одна называется загонщики, другая учетчики. И распределяются поперек Куршской косы, от моря до залива, двумя группами, ну, на расстоянии где-то километра два друг от друга. И вот загонщики идут по лесу, шумят, свистят. Зверь боится, бежит на учетчиков. А учетчики, кстати, считают. Заяц, две лисы, три кабана. Они видят, да? То есть просто реально кто пробегает? А сколько человек обычно участвует? Ну, то есть насколько вас много? Мне кажется, нужно прям... Ну, человек 50-60 участвует, да. Интересный процесс ведь, правда? Очень интересный, очень любопытный. И потом все эти цифры вкладываются в определенную формулу. И можно определить, как изменилась наиболее вероятная численность того или иного вида. Что скажете про этот год? Да, вот мы очень рады, что количество лосей у нас увеличилось. Может быть, не в разы, но все-таки было там 12-13 в наиболее вероятность. Сейчас уже мы говорим о 15 особях. И это хорошо, значит, им у нас... Вполне приятно живется, да. Значит, мы меньше стали ходить по заповедным территориям, нарушая правила поведения. И мешать им полноценно там размножаться. У нас... Я вас благодарю, осталась буквально одна секунда на то, чтобы рассказать, что начался прием заявок на машину. Да, уже можно, друзья, можно уже подавать заявки. Это могут быть как группы, мы, конечно, приветствуем на собственном транспорте. Ну, и индивидуалы, пожалуйста, мы в этом году попытаемся собрать автобус. Состоятся волонтерские выезды в субботу и воскресенье 22 и 23 апреля. И уже сейчас можно начинать готовиться. Добро пожаловать. Спасибо большое. Я хочу сказать, что все подробности, конечно, можно найти и на сайте, да, безусловно. Да, конечно. Так что собирайтесь и готовьтесь. И много мероприятий. Спасибо вам за то, что... С праздником профессиональным, с годом, да, с вашим таким настоящим. Спасибо, что пригласили. Приходите еще. С вами была Ольга Большакова. Это пресс-секретарь нашего национального парка «Курская коса». И мы готовы передавать слово Александру. Ловите. Ну что ж, спасибо, девушки. Я напоминаю еще для наших телезрителей, что это была Ольга Большакова, пресс-секретарь национального парка «Курская коса». Кстати, о «Курской косе». Именно 22 апреля пройдет большой субботник, который я тоже планирую посетить. И всех телезрителей приглашаю к участию. Давайте очистим нашу любимую косу от мусора и сделаем ее еще интереснее и ярче для наших животных. Также совсем скоро, у нас на часах уже почти 8 утра, значит подошло время разыграть большой подарочный бонус от книжной лавки. Вот я сразу показываю. Там у нас несколько вкусных призов. Что же нужно знать? Друзья, вы сейчас еще можете посмотреть вопрос и ответ на него. Итак, вопрос звучит так. Назовите самый первый магазин серии «Книжная лавка». Это «Привет из Сочи» был. Спасибо вам тоже. «Книжная лавка», первый магазин. Где в городе он расположен? Если вы знаете ответ, смело звоните нам в 8 утра, потому что мы именно вам готовы отдать ценный подарок. Ну а пока, дорогие друзья, у нас короткая реклама, после которой мы увидимся. Не переключайтесь. Продолжение следует...